Диагностикой заболеваний органов и систем организма Меня зовут Карина Яряшева. В студии Эльнара Кондрахова, заведующая кабинетом нейрофункциональных исследований, врач функциональной диагностики отделения ОФД филиала номер 3 госпиталя имени Вишневского Минобороны России. Здравствуйте, Эльнарна Борисовна. Здравствуйте, Карина. Расскажите же нам, что же такое функциональная диагностика. Функциональная диагностика – это востребованный метод сейчас в России, так как функциональная диагностика идет всегда нога в ногу со всеми клиническими специальностями. На пути к выздоровлению пациентов. Поэтому я немного хотела сегодня бы рассказать о нашей специальности. Функциональная диагностика направлена на выявление патологии и оценку прогноза сердечно-сосудистых заболеваний, легочной и неврологической патологии. Ну и, соответственно, на определение эффективности тактики лечения пациентов. Вообще функциональная диагностика – это довольно-таки молодая специальность. Развиваться активно начала у нас только уже в 90-х годах, когда начинают появляться первые кабинеты функциональной диагностики, отделения функциональной диагностики. И в медицинских уже учреждениях обучают специалистов. Сначала это всего лишь месячные курсы переквалификации врачей. А затем уже в связи с востребованностью открываются и двухлетние ординатуры по нашей специальности. И на самом деле, вот когда я уже заканчивала свой институт, у меня уже была возможность поступить именно в ординатуру. То есть изучать эту специальность более детально. И, соответственно, получить лицензированный сертификат по профессии. Что бы я хотела сказать, кому именно мы делаем наши методы исследования функциональной диагностики? Ну да, кто входит в категорию людей, которые могут рассчитывать на функциональную диагностику? Да. Тут бы я разделила бы категории на три по степени важности, по степени необходимости, кому нужны наши исследования. В первую очередь, конечно, это пациенты с остро возникшей патологией, сиречно-сосудистой системой, других областей, других заболеваний. И пациенты с хроническими заболеваниями системными. Вторая категория – это лица, которые испытывают легкое недомогание, дискомфорт во время физической нагрузки, тем более в покое. Конечно, таким пациентам тоже желательно обращаться к специалистам, проводить методы диагностики и дальнейшие решать тактики лечения. Ну и третья категория – это здоровые лица, здоровые лица, которые должны проходить в рамках профосмотра нашей исследования, функциональные тесты. И, конечно, это в первую очередь люди, работающие в тяжелых условиях, с физической нагрузки выполняют, имеют какие-то психоэмоциональные стрессы. А, кстати, чем отличается функциональная диагностика от диспансеризации, что тоже проходят здоровые граждане, и, в принципе, тоже обследования определенные? Есть какие-то отличия? Да нет, просто диспансеризация – это более обширное такое понятие, которое включает не только методы функциональной диагностики, но и анализы. Вообще, изначально они приходят к врачу-терапевту, и врач-терапевт уже решает, на что их направить в рамках диспансеризации. То есть там включают и рентгенологические методы диагностики, функциональные, может быть, что-то из ультразвука, по необходимости более углубленные – это КТ, МРТ. То есть функциональная диагностика – это немножко у нас такая более узкая направленность. Вообще, функциональная диагностика, я, наверное, почему бы и пришла сюда рассказать о ней, как бы так вывести ее из тени клинических специальностей, так как это узкая направленность, они не всегда знают. И даже мои знакомые, вот скажу честно, спрашивают меня, кем я работаю. Я говорю, я врач функциональной диагностики, и они так иногда, ну, это вот физиотерапия, да, это ЛФК. То есть они тоже иногда бывают, немножко запутываются, или там, ну, это, наверное, ЭКГ, да, ЭКГ. И вот больше как бы об этой методике, об этой специальности они уже углубленно не знают. Вот, хотя… А расскажите же тогда, какими же способностями и возможностями обладает врач, который занимается функциональной диагностикой? Ну, тут я тоже бы разделила бы на три направления основных, да, наших именно функциональных тестов. Есть, в первую очередь, это кардиологическое направление, пульмонологическое и неврологическое. Более, конечно, широко распространено и более детально и углублено мы исследуем сердечно-сосудистую систему. И, конечно же, здесь, можно сказать, царем функциональной диагностики является электрокардиограмма. Все ее знают, да, все ее проходят. Это довольно-таки старинный метод. Его открыл в 1903 году Вильям Эдховен. Это голландский ученый, изучающий, да, сердечную деятельность. И он впервые применил струйный гальванометр-электрокардиограф. Вот. И у нас уже через пять лет наш ученый, очень талантливый, единомышленник и друг Вильяма Эдховена, также впервые применяет электрокардиограф. Это Александр Филиппович Самойлов. Вообще, это очень личность знаменитая в узких кругах. И по сей день проводятся какие-то конференции в честь вот этого ученого. Потому что, конечно, вообще открытие вот электрокардиографа и применение его в практике, это было революционным прорывом и в изучении вообще сердечной деятельности. Поэтому спасибо большое этим ученым. Конечно, сейчас уже, как бы, когда я работаю в этой специальности, я понимаю значимость вот их достижений. Вот. Ну, что сказать об электрокардиографии? Метод, конечно, широко распространенный. Сейчас вообще сложно представить любое медицинское учреждение, будь это фельдшерский пункт, будь это многопрофильный стационар, где бы не было электрокардиографа. Ну, ЭКГ, да? Другие структуры. Да, ЭКГ, да. Вот. Поэтому применяют его планово детям, беременным, перед госпитализациями, при хронических заболеваниях. То есть, в принципе, очень информативный метод, интересный. Он выявляет заболевания как сердечно-сосудистой системы, так и другую патологию. И, конечно, в рамках профосмотра тоже рекомендуется старшим лицам старше 35 лет проходить этот метод исследования раз в год. И лицам, имеющим факторы риска развития заболеваний раз в полгода. То есть, есть какие-то стандарты, которые желательно выполнять, придерживаться. А риск выявляется на основе того, что, допустим, это наследственное, может быть, заболевание? Или как этот риск? Нет. Ну, наверное, можно сказать, да, и наследственные какие-то здесь есть факторы. Например, если там папа болел инфарктом, переносил множество инфарктов, то, наверное, стоит задуматься уже после 35-40 лет, что тоже есть развитие подобных заболеваний. Ну, и плюс это, конечно, какие-то анализы сдаются все равно периодически. То есть, если там повышен холестерин, нужно понимать, что это такой предиктор развития атеросклероза, соответственно, поражения коронарных артерий. Ну, и отсюда уже выливается, выливается что-то более сложное, такое как инфаркт и его осложнение. Вот. Ну, об этом всегда говорят, объясняют врачи-терапевты. Поэтому, если заботиться о здоровье, то, конечно, пациенты приходят к тому, что у них есть какие-то факторы развития, да, заболеваний или нет. Вот. Ну, это то, что касаемо электрокардиограммы. Какие еще методы включают в себя функциональную диагностику? Вот, если говорить еще об направлении сердечно-сосудистом, тоже широко распространенные методы, это эхокардиография. Ультразвуковое исследование сердца, которое помогает оценить строение, функцию, функциональное состояние сердца, его анатомию, структуры, строение клапанов, да, степень открытия, закрытия клапанов, сердечную деятельность, сократимость сердца. Также направлено на выявление каких-то образований в камерах сердца, доброкачественное, злокачественное образование, образование, появившееся в результате каких-то воспалительных процессов. Вообще, эта методика, да, очень информативная, показания к ней ежедневно расширяются, противопоказаний совершенно нет, ну, фактически нет. И она по сей день является методом выбора все-таки для исследования сердечно-сосудистой системы, да. То есть, конечно, у нас есть такие методы исследований, как МРТ, мы уже превосслышали, да, сердце, но оно все равно несет большую нагрузку, оно не так доступно, да, и, что немаловажно, финансово, да, все-таки эхокардиография, она не настолько финансово затратна, да, ее можно выполнять многократно, она доступна, то есть преимуществ много. При этом она, собственно, может показать точно. И самое главное, конечно, да, она информативна и позволяет в совокупности все показатели, да, сердечной деятельности оценить, именно в совокупности. Потому что если взять, допустим, тоже там КТ, да, там мы можем оценить какие-то размеры, но сложно оценить достоверные показатели повышения давления в легком, сократимость сердца, вот. А ультразвуковой метод – это, по сути, визуализация сердца онлайн, да. Мы можем и структуру видим, и потоки, как движется, да, и мы можем оценить количественные показатели, полуколичественные показатели. Вообще я очень люблю этот метод, и вообще считаю, что сердце – это настолько благородный орган, трудолюбивый, усердный, умный. Я бы сказала, что один из самых главных, и есть главный. Да, 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 один из самых главных. Это вообще очень умный орган. И вы даже не представляете, насколько он умеет свои барьеры преодолевать. Не свои, которые мы ему создаем, да, он всегда пытается найти, выкрутиться из ситуации, вот, там, да, нарушение ритма, он пытается как-то их заблокировать. Плохо сокращается, он пытается так же как-то компенсировать эту ситуацию. Поэтому я вообще очень люблю методику эхкардиографии. Мне кажется, она очень показательна и информативна для пациента, и играет важную роль в дальнейшей тактике, самое главное. Она очень сильно помогает нашим врачам-клиницистам поставить диагноз. Ну, вы вот сейчас рассказали, да, историю возникновения вообще функциональной диагностики. За это время, естественно, наука развивалась. Какие сейчас, ну, в том числе благодаря современному оборудованию. Вот какое оборудование представлено у вас в госпитале? Чем пациент может воспользоваться, да, придя к вам, допустим, на прием? Спасибо большое за вопрос. Да, потому что, действительно, это очень важно. Конечно, я могла бы сейчас сказать, что все зависит только от врача. Но на самом деле сейчас оборудование играет тоже немаловажную роль. И, наверное, 50% успеха поставлено правильно диагноза – это хорошее экспертное оборудование. Современное. Да, современное. Вот даже если сравнить с телефонами. То есть 20 лет назад мы пользовались телефоном, с которым можно было только позвонить и отправить сообщение. Сейчас же в любые там возможности в телефоне как-то сходить даже в магазин. Уже не нужно ходить в магазин, можно просто элементарно заказать через телефон. То есть то же самое здесь. Раньше ультразвук начинался с того, что была только визуализация. Ну, потом появилось дополнительно еще цвет. Мы смогли с помощью цвета оценивать кровотоки сердца. Сейчас же, конечно, это совершенно другие возможности. Ультразвуковое исследование позволяет смоделировать сердце в 4D, оценить именно цифровыми количественными показателями степени открытия, закрытия клапана. Это очень важно. Есть возможность изучать сократимость сердца еще до появления какой-то симптоматики клинической у пациента. Оценивать миокардиальную работу. Для этого создаются много... Можно сказать, что прогнозировать, да? Да, прогнозировать намного на самых ранних этапах, тем более. Потому что сейчас создаются очень много программ новых, которые позволяют цифровыми методами определить, насколько наше сердце способно сокращаться во всех его, скажем так, во всем их, как бы в 3D-режиме. То есть циркулярно, продольно, поперечно, да, сердце имеет три вида сокращения. И эти методы, они позволяют оценить все возможности. Поэтому, конечно, оборудование играет очень важную роль. Оно развивается. Используем мы и оборудование зарубежных, и отечественных фирм. А что отечественного появилось? У нас сейчас появился, называется, Рускан фирма. Ну, конечно, она тоже берет какие-то основные, наверное, детали и с аппаратуры зарубежной. Вот. Но, тем не менее, они стараются, они тоже стараются сейчас что-то производить, и все новые функции они включают в этот аппарат. Поэтому, может быть, еще качество измерения этих показателей, оно не такое. Но, тем не менее, эти функции уже есть. И я надеюсь, что мы будем развиваться тоже на со стороны. Общались на эту тему как раз по поводу этого оборудования, да. И я спрашивала, ну, есть же, почувствовали какое-то отличие, чем вам нравится. И, в общем-то, у всех врачей, что мы спрашивали, все говорили, что, ну, качество, все в порядке. И говорят, что очень нравится, что все на русском языке, что все теперь все понятно, да, не нужно каких-то дополнительных изучений. Ну, то есть врачам, в принципе, удобно. Никто не сказал, что, боже, это такое прям два раза. Да, конечно. Сейчас визуализация хорошая. Просто, может быть, какие-то вот именно вот детали не до конца еще продуманы. Иногда бывает, вот, кажется, вот какая-то мелочь, но ее не хватает. Ну, тем не менее, молодцы, это же здорово, что мы тоже развиваемся. А можно ли сказать, что современное оборудование равно стопроцентный, там, будущий диагноз? Так ли это? Я бы хотела сказать, что все-таки врач, на том и хомо сапиенс, да, человек разумный, как ни крути, какая бы ни была аппаратура, она все-таки, это просто автоматизация процесса. А именно логическое мышление все равно всегда останется за человеком. Я думаю, что это никогда не поменяется ситуация. Мы всегда будем на уровень выше, чем машины. Я надеюсь. Ну, и вообще, как практика показывает. Вы знаете, да, недавно тоже вот мы были, читала я... Лекцию. Как бы это как подкаст слушала, только это было в виде лекции в интернете, да. Но вообще это был... Изначально как бы подкаст вел один из там тоже передовиков в их кардиографии. И рассказывалось о том, что сейчас пытаются автоматизировать какие-то методы исследования. Некоторые вообще нейросети в постановлении диагнозов хотят использовать. Да, да, да. Погружаешь свои симптомы и ждешь ответа. Да, вот. И сейчас, конечно, вот это artificial intelligence, это везде фраза звучит, они искусственный интеллект пытаются внедрить активно и в наших методах, и вообще в медицине. Но, как вот он говорит, по результатам, конечно, пока нет. Пока он не получается не точно поставить диагноз. Если узко говорить, вот у них был такой эксперимент, сможет ли искусственный интеллект определить сократимость сердца? Вот у нас есть такой показатель, фракция выброса, которая говорит о сократимости. Сможет ли искусственный интеллект понять, какая сократимость у сердца? Ну вот чувствительность этого исследования, там, по-моему, по цифрам 75, вот так он говорил, процентов, то есть как бы не всегда, то есть где это явно понятно, он выявляет, где не совсем понятно, уже достоверность совершенно другая. Ну, в медицине 75%, думаю, не очень хороший результат. Ну да, хотелось бы, конечно, побольше, да. Потому что, ну, это же жизнь человека, да, вот скажут, что он хорошо сокращается, а там будет как бы по-другому, и все, и пациента отпустим, да, например, да, если полагаться на эти методики. А как часто специалисты повышают квалификацию? Нужно ли быть постоянно в процессе обучения, то есть постоянно слушать лекции, постоянно, может быть, взаимодействовать с другими врачами, делиться? Как вот это происходит? Спасибо вам за вопрос, вообще, это настолько всегда для нас актуально. Век живи, век учись, есть такая фраза, да, которую мы все знаем. Да, вообще надо ежедневно заниматься, надо ежедневно читать, и я честно скажу, вообще это очень плохо все получается, у меня, по крайней мере, но без этого просто усовершенствоваться не получится. В медицине это 100%, потому что, ну, неважно, какую взять сферу, мы не стоим на месте, да, медицина не стоит на месте, и если быть все время, если я, например, хочу быть все время в теме, да, нужно каждый день пытаться что-то новое узнавать. Вот. Я думаю, обмен опытом тут тоже играет роль, правильно? Да, конечно. С другими специалистами, с зарубежными, с статьей научными. Это вообще все доступно. Интернет, он расширил наши горизонты, да, есть возможность посещать конференции, есть слушать подкасты, даже элементарно в чате общаться с людьми, да, спрашивать советы, если что-то не знаешь. Причем в зависимости от интересующей области есть множество разных чатов, там, по нарушениям ритма, по эхокардиографии, да, ну и так далее. И есть возможность сейчас у нас учиться. Вот у нас есть хорошие кафедры в Москве. Не только недавно вот я проучилась на кафедре кардиологии и функциональной диагностики на базе ЦРБ управделами у Алехина. Мы совершенно по новой методике. Нет, это я неправильно сказала. Она не новая методика. Мы ее просто пытаемся внедрить. Она для нас еще, скажем так, только мы ее использовать начинаем. Так она уже существует более 10 лет, но в массы ее вывести было не так легко. Почему? Что за методика? Ну, она... Это очень детализирование изучения сократимости сердца. И чтобы внедрить ее массу, чтобы ее знали и клиницисты, да, что если мы проводим этот метод исследования, нас должны понимать как кардиологи. Это очень важно. И чтобы у нас была комплексная работа, получается, просвещение этого метода, да, но это очень трудоемкий процесс. Вот. И тем более, как бы не вся аппаратура его поддерживает. Вот. Это вот только-вот только-только сейчас начали появляться у нас везде аппаратура, которая поддерживает стрейн изучения вот продольной деформации сердца. А, допустим, до этого я работала на аппарате, у нее не было такой функции, у меня не было возможности оценивать, да, вот именно продольную деформацию. Вот. И, соответственно, я... Если я ее не оцениваю, я не могу о этой методике рассказать нашим врачам-клиницистам, соответственно, они тоже не могут на нее ориентироваться. То есть здесь же все взаимосвязано, да. То есть не всегда врач за техническим... Да, конечно. ...прогрессом, да, успевает. Да. Вот. И, к сожалению, да, мы все равно ограничены и в каких-то финансах, и в каких-то возможностях в аппаратуре. Поэтому... Но, по крайней мере, появляются уже учебы у нас активно, нас учат. И мы, соответственно, будем тоже стараться применять эти методики, да. Я думаю, у вас есть возможность и не только там по работе, да, пройти повышение какой-то квалификации, но и изучать, в принципе, еще какие-то узкие специальности, да, в виде там курсов, того же... Да, ну это вот как раз вот эта вот учеба, она такая, вот, допустим, где-то пятидневная даже учеба. То есть вот ее показы. А вот на аппаратуре новое, вот сколько нужно времени врачу, чтобы научиться пользоваться новым аппаратом? Вот сколько примерно? В зависимости, наверное, от его сложности? Ну, сейчас, конечно, для меня уже такой проблемы нет, потому что, когда я знаю принцип работы вот этого аппарата, деньги, просто несколько по инструкции там найти каких-то названий, и все, да, вот по цепочке пройти, как мне дойти до какого-то там, как измерить какой-то показатель, и по сути все. То есть это, нет, на самом деле аппаратура, она легко изучаемая, если относительно заболеваний, так сказать, тяжело. Куда тяжелее понять, что с пациентом изучить и понять, что с ним происходит, чем, конечно, аппаратура. А вот, кстати, как вы понимаете достоверность, правильность своих исследований, что диагноз поставлен правильно, что все исследования проведены правильно? Ну, наверное, чаще всего это только мы видим по результатам лечения, то есть если пациент идет на поправку, если ему становится лучше, мы понимаем, что все-таки мы были где-то правы, да, либо наоборот где-то неправы. Ну, и есть, конечно, дополнительные методы исследования. Так, например, если мы пытаемся оценить сократимость сердца пациента, да, случились ли у него какие-то уже прединфарктные изменения или даже инфаркт. В первую очередь, да, это то, что если пациент выздоравливает, если ему становится лучше, значит, мы на верном пути. Вот, наверное, так. А как соблюдаются вот эти стандартные функциональные диагностики? И что в них входит? Вот, условно говоря, к вам приходит человек, да, там, который хочет узнать, есть ли у него проблемы с сердцем. И вот нужно определённые, направить на определённые исследования, на определённые анализы, вот как это, какой-то регламент есть? Да, ну, тут, наверное, мы должны направлять... Наши вообще функциональные диагностики, да, если уж как по официальному, да, мы не назначаем сами никакие методы исследования, не анализы, да. То есть к нам, по идее, по идее, уже должен прийти пациент с назначением от леча врача. И сейчас даже есть такой, насколько я знаю, вышел приказ, что ультразвуковые исследования без назначения леча врача не должны проводиться. Но, конечно, тут всё настолько вот так завуалировано и не до конца понятно, поэтому всё равно у пациента приходит иногда, когда вот у него острая боль, он почувствовал, да, и он, конечно, пойдёт сразу, сделает и кардиограмму, и их кардиографию, может быть, даже и до назначения лечащего доктора, да, чтобы там сэкономить время или боится, что не успеет, да, там, вовремя обратиться, вовремя назначить лечащего, чтобы успел вовремя назначить терапевта лечения. Вот, а так вообще, если по стандартам, то лечащий пациент обращается к лечащему доктору, там собирает врач-терапевта анамнез, слушает клинику, жалобы, да, и затем уже решает, куда направить пациента, и не только на методы функциональной диагностики, но и на другие методы диагностики, на анализы, да, и затем уже назначает лечение. Вот, конечно, у них есть свои стандарты, но мы, скорее всего, тут уже на втором плане, то есть к нам приходят пациенты уже с назначенным, да, терапевта каким-то исследованием, мы его выполняем. А существуют ли мифы вообще функциональной диагностики, с какими вы лично сталкивались, все-таки, как практикующий врач? Ну, наверное, самый такой известный миф – это то, что ультразвук вреден. Конечно, это неправда, это было давно доказано. Вообще ультразвуковая диагностика совершенно безвредна для пациента, ее можно проходить многократно, вообще она доступна и даже не затратна по времени, поэтому, конечно, это, скорее всего, миф, в который верить не надо. Так что приходите. Обследуйтесь постоянно. Обследуйтесь, да. Если вот в продолжении нашей темы, если перейти уже к выводам, вообще современный человек, он же сейчас ставит настолько много себе задач, да, какие-то цели себе ставит, возлагает на себя много обязанностей, и поэтому, конечно, его время расписано поминутно, в результате чего вот, ну, профосмотр, кажется, вот такая ненужная вещь, которая, да, только отнимает время. Вот, поэтому зачастую, да, особенно если ничего не беспокоит, кажется, ну, ладно, подождем. Вот, и в результате уже пациенты поступают к врачам, да, когда уже без экстренных мер не обойтись, а восстановить уже здоровье, ну, достаточно сложно. Поэтому, конечно, мы рекомендуем и пациентам, близким, родным, друзьям, да, регулярно проходить диагностику, да, профосмотры, чтобы предотвратить заболевание, чтобы вовремя применить профилактические меры, да, не довести до каких-то осложнений, назначить лечение. Вот, и тогда пациенты, тогда будет жизнь полноценная, здоровая, активная. Не экономьте время, в общем. Да, не экономьте время, не экономьте на своем здоровье, вот. Посещайте регулярно врачей и профосмотр по необходимости. Спасибо, Елена Романовна Борисовна. И вам спасибо большое за приглашение. Я рада была рассказать о нашей специальности, немножко вывести из тени ее клинических специальностей. Желаю всем здоровья, самое главное, да, не болейте. Будьте здоровы. Спасибо, что провели свое свободное время вместе с нами. До встречи на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова